Рекламно-информационная программа. Танго, Николай, добрый день. Добрый день, друзья. И замечательная Алена, и очаровательная Алена Кошкина сегодня с нами. Солистка группы Танго. У вас сегодня какие-то особые эмоции, ассоциации, ощущения с первым сентября. Вспоминаете школьные, студенческие годы? Не знаю. Да. Ностальгия какая-то есть. Ну я так с утра всклакнул слегка, когда увидел гуськом, идущих детишек. Гуськом. С букетиками. С букетиками, в бантиках. Трогательно-трогательно. А я как раз в мероприятии, где дети с бантиками дошли до меня. Большое событие в жизни города, да, и не только в жизни группы Танго. Новый альбом, новый альбом, и 14-летие коллектива. Да, совершенно верно. Грядет, о чем мы сегодня будем говорить, да. Но у нас уже есть традиции, раз у нас музыканты в студии, а у Николая сейчас в руках гитара. Ну раз на стене мисит ружье, она должна выстрелить, да. Обязательно, непременно. Она должна звучать. Да, Алена будет, собственно, за вокал отвечать. Мы хотим услышать сразу же композицию. Потом пойдем по накатанной, расскажем про юбилей, про концерт, про альбом. Затем будем озвучивать список призов, которые у нас сегодня есть. Будем задавать вопросы. Есть, кстати, и подарки сегодня, как обычно. Если Николай и Соленый к нам приходят, есть подарки. Это на концерты, сразу же скажу. Во-первых, это Эль Танго, 9 сентября, в 8 часов вечера, в Гауди. И шейкеры сегодня. Сегодня в 8 вечера. Сегодня. Ну что, вы готовы? Мы хотим послушать вас. Пожалуйста, внимание. Эль Танго. Эль Танго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот опять окно, где опять не спят Может, пьют вино Может, так сидят Или просто рук не разнимут Двое в каждом доме друг Есть окно такое Крик разлук и встреч, ты окно в ночи Может, сотни свеч Может, три свечи Нет и нет уму Моему покоя И в моем дому завелось Такое Вот опять окно, где опять не спят Может, пьют вино Может, так сидят Или просто рук не разнимут Двое в каждом доме друг Есть окно Есть окно Такое Помолись, дружок За бессонный дом За окно с огнем Помолись, дружок За бессонный дом За окно с огнем Помолись, дружок За бессонный дом За окно с огнем Спасибо большое Спасибо, браво Николай Донецк, Алена Кошкина В нашей студии сегодня в программе Культ Поход Ну, давайте рассказывайте, что за композиция прозвучала Из школьной программы Да, только хотел сказать Что мы начали с школьной программы Наши песни на стихи Марина Цветаев Гениальной русской поэтессы Бессонница Бессонница И такая еще версия Этой великой фразы Есть у Петра Мамонова Помните А в моем дому завелось такое Вот, как-то так немножко Вспомнилось вдруг Так что, тема хорошая Автор музыки Николай? Да Как пришло вот именно Именно такое звучание? Ну, тут такая довольно долгая история Очень просто хотелось Ну, все же мы знаем, что Джазовая музыка Обычно звучит на английском языке Да, потому что Ну, все-таки это родной язык Этой музыки И, в общем, все построение Фраз, оборотов, попевок Оно кардинально отличается От русской музыки То есть, вот, собственно Большое отличие джаза и не джаза Пожалуй, в языке Потому что от языка зависит очень много На самом деле И этого не изменить И этого не изменить Как раз именно эти стихи могут быть Не романсом Не какой-то там бардовской песней Да, они могут стать джазовой композицией С джазовой мелодикой С джазовой гармонией Просто я допускаю, что именно этот текст Именно эти слова Они как-то медленнее, может быть, могли звучать Более что-то спокойное Различие в чем? В том, что слова, они довольно короткие В этой песне То есть, здесь нет очень длинных Знаете, как у Маяковского Там вот какие-то Или там у Пушкина Длинные, протяжные фразы Здесь нет Здесь Вот опять окно Где опять не спят Как, прям, как в английском языке Двусложные слова Двусложные, коротенькие слова И поэтому они очень легко Ложатся на эту музыку Вот, собственно Ну, получилось то, что получилось Получилось, по-моему, очень хорошая Атмосфера стихотворения Прекрасно передана, мне кажется Эта песня вошла в новый альбом? Да, конечно Вошла Она заглавная, как это считается Не заглавная? Вообще, у альбома есть название? Есть, но я пока не назову Название нашего альбома Потому что оно будет прямым ответом На один из вопросов Который мы сегодня зададим Название потом, чуть позже озвучим Хорошо, хорошо, понятно Ну, вы просто когда заговорили Про заглавную песню Как бы обычно, знаешь, совпадение Есть какое-то Но это ваш не первый, да, ведь Опыт, когда на музыку Кладутся стихи известных авторов? На самом деле, вот как раз Эта песня, это первый опыт Первый опыт Это самая первая песня Которую я написал с русским текстом Вот до этого была одна песня Которая на англоязычный текст Потому что мне почему-то казалось Раньше, что это проще Теперь я понимаю, что это, конечно Ну, исключительно сложная задача Не говорящему по-английски человеку И не знающему тонкостей Писать песни на англоязычные тексты Это правда сложно Даже сложнее, чем на русском языке писать Потому что все-таки Ну, русский, мы душой внутри Где-то понимаем Каждое логическое ударение Мы можем вкопаться внутрь Смысла этого текста В англоязычном тексте Я, конечно, к сожалению Не могу похвастаться тем Что я глубоко вник В смысл этой песни Вот, которая у нас есть Она также, кстати Эта песня называется I'm fine Она также будет на новом Есть на новом альбоме Который записали недавно Ну Алена Кошкина Солистка, да Вильтанга А вокальная составляющая? Чья придумана? Вот именно Мелодия Прямо Николай вот сюда прописал Ну, он же сочинил песню Да, просто нет Ну, все равно, ведь Джаз же это искусство Свободное И провязать Ну, он же дает Волю в том, что Просто про то, что играл То, что играл Николай Там вариаций может быть Множество просто-напросто Именно То есть свободу Он предоставил, да? Предоставил Отлично Поэтому, наверное, так и получилось Все хорошо, да? Как бы оба человека Воздушно, легко Легко И грустно Грустно Ну Поскольку грусть всегда Соседствует с любовью Ну, да, конечно Вообще, кстати, сложнее всего Писать веселые песни Это просто какая-то катастрофа Все веселые песни пишутся Не знаю На четырех, на пяти аккордах Вот Чаще вообще на трех, по-моему На трех На трех Весь геребас на трех аккордах Это самая веселая песня А вы замечали, какая сложная Обычная мелодика у веселых песен? От улыбки станет всем светлее Ну, это гений Нет, ну, это Шаинский Шаинский Там всегда очень сложная мелодика Пальцеломные такие Я помню, когда приходилось играть Сумасшедшая мелодика Слушается просто А вот начинаешь анализировать Очень сложно А по поводу создания песен И свободы вообще В аранжировках И во всем прочем То есть Я, как правило, сначала Пишу основную мелодию Которая звучит у меня в голове Причем Я стараюсь писать это все Без инструмента Чтобы не мешал инструмент То есть Долго-долго-долго Хожу, что там про себя напеваю Главное, что потом не забыть Что придумал Это как-то записывается Фиксируется на диктофон Есть диктофон, да Я что-то там мурлыкаю На него иногда Вот И потом Я предоставляю это все Алене Из этого мурлыкания На диктофоне Да-да-да Также из диктофона Она говорит Как я это буду петь Боже мой Что это Здесь не укладывается Это слово И вот мы совместно Как-то Приходим к мелодике А потом на первом концерте Алена все равно поет Так, как ей нравится И меня это устраивает На 100% И круто получается Да, круто получается Но исполнение От разу к разу Алена отличается Отличается Отличается, да Это же от многого заведения По-моему, это наоборот классно Потому что можно ходить Много ваших концертов Все время слушать немножко по-разному Мы столкнулись с той проблемой Что когда мы писали диск У меня в то время были разные варианты Этого звучания Поэтому вот И очень сложно А потом сложно было выбирать, да? Какой стейк Давайте не будем томить наших слушателей Я предлагаю сейчас до перерыва Задать вопрос сразу же нам Давайте, да Вам, вернее, наших слушателей 211-101 Будьте внимательны Сейчас Николай задаст вопрос Мы быстро на небольшой перерыв Затем озвучим список призов И пойдем дальше Николай Сегодня у нас будет очень короткий Первый вопрос будет очень короткий И музыкальный Вот У нас есть песня Которую мы написали На стихи Петербургского поэта Вани Пинженина Это ныне здравствующий поэт Да, это мой Современник наш Большой друг наш, современник Он несколько раз был в Кирове И выступал здесь с концертами И вот я выбрал стихотворение Мы сейчас исполним коротенькую Фразочку такую Кусочек припева Из этого стихотворения Давай, да? Алена Николай Дональность, пожалуйста Спасибо Раз, два, три, четыре Тебе идет этот дождь Идет этот дождь Офигительный клип, кстати На эту песню Группы Эль Танго В свободном доступе Найдите Теперь В чем заключается вопрос Так какой же дождь Идет Героине этой песни Три варианта ответа А может без вариантов А давайте без вариантов Это времени года ведь касается Времени года касается Не времени года С вариантами все-таки или нет? Давайте с вариантами Давайте все-таки с вариантами Хорошо Летний проливной Кировский непросящий Или питерский моросящий 211-1 Мы быстро на небольшую паузу И скоро продолжим Вопрос от группы Эль Танго Задан Есть уже звонок Попытка ответить правильно Но давайте все-таки Николай Николай, конечно Озвучим Озвучим, конечно Призы, которые мы уже сказали Что это призы от наших гостей Это пригласительные В Гауди в ресторан Это группа Шейкер Они сегодня в 8 часов Проходка на двоих И концерт группы Эль Танго 9 сентября Тоже проходка на двоих И там и там ограничения 16 плюс Дальше книжки у нас есть Как обычно замечательные Максим Гуреев Вселенная Тарковская Великолепная книга Показываю Замечательная книжка Арсений и Андрей Тарковский Соответственно книга Раскрывает непростые отношения Поэта-отца и сына режиссера Их личные трагедии Их великие достижения 16 плюс книжка Дональд Райан Древний Египет За 5 дебенов Или дебенов Только не знаю В день Видимо это какая-то валюта Древний Египет Хорошо, что не дебилов Да То есть такая книжка Из серии путешествия времени Прекрасно оформленная Очень содержательная Путеводитель повседневной жизни Древнего государства Много информации о культуре В верованиях Языке Традициях Обычаях Великой цивилизации Как обычно сообщаем о том Что эти и другие книжки Вы можете приобрести В магазине Читай город Преображенская 65 торговый центр Театра Линь Либо Ленина 103А Торговый центр Крым Специальный приз К дню знаний Книга из магазина Бумага Слово о полку Игоре Ограничение 12 плюс между прочим Дальше вы можете Пойти в галерею Прогресс Это выставка Дениса Ермака Как надо Ограничение 6 плюс До 10 сентября Кстати еще неделька есть Да Пригласительный билет На интерактивную выставку Лаборатория научных развлечений Нереальная реальность Продолжается Великолепная совершенно выставка Выставочном жале Художественного музея Еще один пригласительный Тоже на две персоны Выставка Мир фэнтези В выставочном зале Левятского худмузея 0 плюс Любой возраст И пригласительный билет На двоих Кинотеатр Колизей На следующей неделе На какой-то из сеансов То есть после 4 числа После 4 числа Итак принимаем звонок Принимаем звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Михаил Михаил Вы знаток творчества Эль Танго? Я не знаток творчества Эль Танго Ну я вот узнал По вступлению Не слышал вашу передачу Но узнал их Я вас слышал И их узнал Хорошо Давайте ближе к ответу Вот Ближе к ответу То я думаю Летний проливной Летний проливной Я думал Что никто не выберет Этот ответ Разочарует Дадим вторую попытку Давайте Да конечно Вторую попытку Остался Кировский Непросящий И Питерский Моросящий Да Питерский Моросящий Тогда Ура Ну такая была подсказка Насчет питерского поэта Можно было понять Питерский Моросящий Да Да все верно Ну что Какой приз будете выбирать? Ну если можно В Колизей В Колизей Конечно можно В кино пойдет Не кладите трубочку Вам редактор наш объяснит Как эти билеты Вы получите Алена задайте сегодня вопросы Или Николай у нас сегодня Пусть Николай сегодня Хорошо Следом второй вопрос У нас время бежит Следом второй вопрос Невероятно приятный случай Однажды произошел Несколько лет назад Я зашел В наше училище искусств Точнее колледж имени Казинина Сейчас так правильно Я просто Я-то заканчивал еще Училище искусств И я увидел гитариста Который сидел И наигрывал Одну мою композицию Мою В смысле Николая Донецкого Моего авторства Да У меня были такие Прям смешанные чувства А что Неправильно играл Или как-то коряво Играл неправильно Коряво Но все равно Его композиция Вот да И пожалуй Наверное Эта композиция Она самая Известная И самая почему-то популярная Не знаю почему Она была написана Наверное Секунды за 4 Целиком прям так вот Хоп И появилась Озарение такое А вот наверное Поэтому она самая известная И самая популярная Потому что была написана За 4 секунды Я сейчас сыграю Буквально Маленький кусочек Из этой композиции И потом дам Три варианта ответа Как называется Как называется Хорошо Итак Слушаем Николай Донецкий Можно назвать Самой известной Авторства Николая Донецкого Произведение для гитары Вот и прозвучала Это ваша задача Три варианта ответа Звоните уже 211-101 Пока Николай Озвучивает варианты ответа Собственно Как же она называется Эта вещица Она называется Либо Грустный барс Как-то я помню В культпоходе Мы говорили Об этой композиции Либо упоминали Солнечный тигр Солнечный тигр Либо Снежный лев 211-101 Если вы регулярно Слушаете нашу радиостанцию Я точно помню Мы говорили Про эту композицию Мы говорили Называли ее Еще раз давайте озвучим Снежный лев Нет погоди Грустный Грустный барс Грустный барс Грустный барс Дальше Я уже забыл Грустный барс Снежный лев Грустный барс Или солнечный тигр Солнечный тигр Солнечный тигр Господи Меткий глаз Острый нюх Чингачкуб Большой змеи Я сейчас знаете Самое Я не знаю Можно это в эфире Говорить Нельзя Но если это Не цензура Нет Это цензура Но очень смешно У меня друзья Придумали название К этой композиции Блин Это еще одна подсказка Подсказка наверное Получится Давай тогда после ответа После ответа Скажем Кстати тем более Что ответ уже Следует незамедлительно Здравствуйте Здравствуйте Вы в эфире Как вас зовут Меня зовут Ольга Ольга По вашему мнению Как называется Эта композиция Грустный барс Что ж такое Грустный барс А вы вообще Ольга Можете представить Себе грустного барса Как барс Как барс грустит Как барс грустит Сидит и грустит Сидит и грустит Что-то приуныло Ну смотри Барс это та же кошка Кошки тоже грустят Слезки иногда текут Но будем давать Второй вариант Конечно У вас есть вторая попытка У нас правила есть Да вторая Осталось у нас Что там Будьте добры Огласите пожалуйста Солнечный лев Да Солнечный тигр Или снежный лев А Солнечный тигр Или снежный Лев Снежный лев Ура Снежный лев Вы сказали Судя по восклицанию Алены Вы угадали Да Это действительно Снежный лев Если Николай хочет Он может пояснить Почему снежный лев Почему во-первых Лев А почему он снежный И почему не грустный барс В конце концов Я честно говоря Тогда смотрел Альбом Рериха Ну вот так получилось И вся песня построена На постоянном В общем она вся На одном аккорде И такое Такое обыгрывание просто Да Очень такая Она Какая-то Могучая И пространственная Как будто большая Смелая кошка Да Идет по заснеженной вершине Вот что-то вроде этого Ну так или иначе Вы правильно ответили Что вы хотите получить Может пойдете на Ильтанго Через недельку Девятый раз Я бы очень хотела Не дадут А можно мне пойти В художественный музей В художественный музей А у нас есть там что Мир фэнтези И Мир фэнтези А мир фэнтези Хорошо Николай Дизь пожалуйста Трубку вам объяснят Как собственно добыть Ну вернее вы уже добыли Как забрать этот билет До музыкальной Вернее До рекламной паузы Успеем еще вопрос Николая Ну давай попробуем Дело в том что сегодня Первое сентября Поэтому я как бы порылся Немножко в рок-н-ролльной кладовке Вообще знаешь что интересно У нас вот мы когда Про школу заговорили Да сразу там грусть Ностальгия все У них самые популярные песни Про школу Они все такие разрушительные Просто ужас Вы даже не представите Самая популярная песня Которая до сих пор Ну самая исполняемая Из песен про школу Называется «Schools out» Школа кончилась «Schools out forever» «Schools out for some этом» Вот Я попрошу Маленький фрагмент Этой композиции передать И у этого исполнителя До сих пор Самая популярная И самая кассовая песня Которая приносит Максимальный доход Вопрос Кто же ее исполнял Это один из принцев темноты Из наших знаменитых И вопрос Три варианта ответа Это был Оззи Осборн Это был Мэрилин Мэнсон Или это был Элис Купер Кто же спел Эту прекрасную песню В 1972 году Осборн Мэнсон Или Купер 211-101 Ждем вашего звонка Это самая исполняемая Она до сих пор В мае Вся Америка ее поет Когда Вот почему-то Вот за эти годы Ничего нового Они не придумали Никаких там грустных песен Когда ушли со школы А как нам дозваниваются Может мы уже Или там школьные годы чудесные А я не нашел почему-то Дальше хуже будет Это самая ласковая Может мы уже перейдем Все-таки к альбому Об альбоме-то еще не поговорили О новом Какой по счету Альбом? Ну наверное четвертый Наверное четвертый Ну когда 14 лет Можно уже так говорить Наверное четвертый Да Это четвертый альбом Но это первый альбом В котором Все композиции Авторские То есть Автор музыки я Автор аранжировок Это группа Эль Танго Все делалось Совместно Сколько работ Продолжалось Над альбомом? Кто-то быстро рожает Кто-то не очень быстро Обычно Пластинки Ну так если Не, но материал-то Заранее готов Николай Лет 15 Наверное Лет 15 Продолжалась работа Над этим альбомом То есть Эль Танго 14 исполняется Это такая сборка Подборка всего того Что было за все годы Существования Эль Танго Ну Наверное не 15 Наверное все-таки Лет 10 Потому что музыка Которая представлена На этом альбоме Она писалась Очень долго Давно И как-то она Видоизменялась Постепенно И вот сейчас Она пришла Наконец-то К какому-то Своему К некому Стройности Такой Ну к стройности Она зафиксирована И поэтому дальше Мы наверное будем играть Так как она зафиксирована Плод До роста До зрелости До своей И уже можно его открывать И теперь уже будем его есть Совершенно верно Сколько композиций в альбоме? Восемь Восемь Или девять Восемь или девять У нас Извините просто У нас звонок здесь Мы примем его до перерыва Да конечно Давайте Здравствуйте Здравствуйте А как вас зовут? Меня зовут Олег Олег Приветствуем вас Наши постоянные слушатели Кто же исполнил Эту великую песню Сколз Аут Я думаю Что был Элис Купер Совершенно верно Это был Элис Купер Альбом одноименный Кстати Самый удачный Опять же У всех альбомов Он даже был на первом месте В Англии Где Купера Никогда особо не любили Ну что Олег Книжка Или куда-то пойдете Книжку Какую Максим Гуреев Вселенная Тарковский Либо Дональд Райан Древний Египет Или слово полку Игоря Тарковский Да Про Тарковский Отлично Не кладите трубку Наш редактор вам Как обычно объяснит Куда прийти Чтобы эту книжку забрать Пора нам сходить На небольшую рекламу Потом еще будет музыка От группы Эльтанго Будут вопросы Так что не переключайтесь Культ поход Культ поход Снова в эфире У нас в гостях Группа Эльтанго Руководитель группы Николай Донецкий К тому же арт-директор Ресторана Гауди И солистка группы Эльтанго Алена Кошкина Повод для нашей встречи Для нашей беседы И розыгрыша билетов Это новый альбом Группы Эльтанго Николай не может вспомнить Какой по счету То ли четвертый То ли пятый Но и к тому же Четырнадцатилетие Группы Одной из самых известных Коллективов нашего города Мы готовы уже Продолжить задавать вопросы Но Раз уж у нас сегодня Музыкальная составляющая Тебе идет этот дождь Питерский моросящий Ты от него ничего не ждешь И он такой ничего не просящий Тебе идет этот дождь Питерский моросящий Ты от него ничего не ждешь И он такой ничего не просящий Тебе идет цвет твоих глаз Цвет коньяка и безумия В них утопаешь один только раз Как Помпея под пеплом Везувия Питерский моросящий Питерский моросящий Ты от него ничего не ждешь И он такой ничего не просящий Тебе идет этот дождь Питерский моросящий Ты от него ничего не ждешь И он такой ничего не просящий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Питерский моросящий Еще раз напомним автор слов Поэт Питерский Иван Пинженин Иван Пинженин Можно ознакомиться как-то подробно С его творчеством Публикуется в интернете Да У него есть несколько хэштегов Один из них например Пинжбук 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 Это название одной из его книжек На самом деле Действительно я думаю Что через какое-то время Я думаю Ваня Будет Одним из тех поэтов Ну не знаю Может быть это громко звучит Но это мое мнение Которого будут На самом деле изучать в школе Потому что у него Есть свой стиль У него Совершенно филигранное На мой взгляд Владение словом Действительно Филолог По образованию По-моему да По-моему да Обычно люди из этой среды выходят Есть звонок-то у нас? А давайте сейчас Что-то Моя очередь Звонок без вопросов Алло Алло Добрый день Добрый, как вас зовут? Меня зовут Денис Денис Ну вопроса еще не было Заданий никакого не было А вы задайте Хорошо Хорошо Раз уж моя очередь Чем-нибудь озадачить Нашего слушателя Пожалуйста Сегодня 1 сентября Исполните нам пожалуйста Будьте добры Какую-нибудь песню Посвященную школе Или может быть Стихотворение Вот вы меня вообще В тупик поставили Да ладно Сами попросили Чему? Уйдем со школьного двора Да В какой тупик-то Все нормально В этом направлении Давайте Ну я не могу петь Ну Да вы уж попробуйте Как-нибудь Нет Меня Кошкина просто Обсмеет Я не могу Алло Алло Помогите Давайте вместе Я серьезно Я не буду Я Либо вместе Либо никак Сейчас Николай В ля-миноре Когда Когда уйдем Со школьного двора Подпевайте По звуке Нестареющего вальса Учитель нас Просепт Нас проводит Со двора Со двора, по-моему Со двора, конечно И ночью Куда-то там опять пора Я не помню Тара-та-та-та-та Тара-та-та-та Иди И снова возвращайся Когда уйдем Со школьного двора Зачтем попытку Зачтем попытку Лажа Лажа, конечно Но ничего Все по уму Но лажа все же вышла Что хотите получить В качестве приза На концерт пойдете Шейкеры Эль-Танго Конечно Эль-Танго 9 сентября 8 вечера Вам 16 исполнилось Надеюсь Ну почти Почти Отлично Значит вас наверное пропустят Хорошо Не кладите руку Наш редактор вам подскажет Как собственно Воспользоваться этим призом И обязательно Вы попадете на концерт Группы Эль-Танго 9 сентября Остается у нас Буквально 4-3 минуты Видимо мы уже Без композиции К сожалению Обойдемся Следующий вопрос Николай У вас был вопрос Я знаю Про название альбома Мы же хотим его узнать Ну альбом Будет называться Питерский моросящий А Да Хотя могли еще раз задать Ну тогда и я Тогда я спрошу У меня еще одна песенка И тоже Как ни странно Тоже про школу И тоже довольно таки Такая агрессивная Группа рамонов Помните такое рамонство Да У них есть такая школа Песенка такая High school rock'n'roll Или rock'n'roll high school По-разному Это песенка из фильма И вроде все Хороший такой фильм Вполне американский Добротный Про то как Маленькие детишки Сочинили песенку Да Вот такую Немножко стали Бунтовать в школе Там ругаться Немножко преподавателями И вот там Звучит вот эта веселая Как бы такая Заводная песенка В стиле немножко Начала 60-х годов Попрошу фрагмент Ну вот что интересно Когда они уже во главе С группой Зарамонов Так сказать Вместе выходят из школы Пойдут песню С созданием школы Что-то происходит Понимаете Не могут американцы Без этого Вариант такой Что же происходит В этом фильме С созданием школы В него попадает молния Его смывает цунами Или оно летит В тартары От огромного взрыва Что происходит С созданием школы В этом фильме Из которого В тартары Взрывается 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 То есть В него попадает молния Его смывает цунами Или оно взрывается Ох Любят же американцы Да, да, вот ты уже не нашел ничего доброго про школу. Здравствуйте. Здравствуйте. А, как вас зовут? Елена. Елена, что сделали с этой школой, проклятые американцы? В нее попала молния. Ну, давайте, со второй попытки. Осталась цунами и просто взрыв такой, представьте, взрыв. Взрыв такой. Да, взрыв, все летит в куски там, и такие взгляды учителей такие, ой. Ну, пусть взрыв. Ой, да я вас уговорил. Совершенно верно, школа взрывается. Она, кстати, в той песенке, которую мы первую передавали, там тоже школа взрывается, на части разрывается все. То есть, как-то они ее не очень любят. Ну, что делать, что делать, другая культура? Ну, что бы вы хотели получить в качестве приза за правильный ответ? А скажите, что осталось? Ой, да есть еще книжки у нас. Есть книжка про Древнюю Египет, есть слово Баку Игореве, есть группа Шейкеры, пригласительный билет на концерт. Да, есть галерея Прогресса, Денис Ермак. Есть выставка «Нереальная реальность». Давайте книжку. Книжку, которую? Про Древнюю Египет или про нашего родного... Князя Игоря. Игоря, князя, слово о полку. Про князя Игоря. Про князя и слово о полку Игореве, это книжка ваша. Остается буквально минута 211. Не кладите трубочку. Если вы хотите спеть или прочитать что-нибудь в честь Дня Знаний, пожалуйста, звоните, мы еще... Есть у нас призы, вручим вам 211-101. Спойте, пожалуйста, какую-нибудь волшебную, замечательную песенку о школе. И завершаем уже, собственно, конкретной информацией о том, когда альбом выйдет, где его можно достать. И творческие планы. И там что-то сказали, что у вас еще видео-версия есть. Да, у нас есть видео-версия альбома. Альбом можно будет приобрести на праздновании нашего 14-летия, который будет проходить 4 октября в клубе Гауди. Не в ресторане Гауди, а в большом клубе Гауди. И нас поздравить приедет замечательный коллектив из Голландии, оркестр «Танго Экстрема». Привезут что-нибудь интересное? Они привезут свою новую программу. Что может привезти оркестр? Конечно, новую программу, музыку. Нет, просто я зацепил за Голландию. 4 октября. 4 октября клуб Гауди. Билеты будут проданы. Билеты будут во всех кассах города. И также они будут продаваться онлайн. Друзья, приходите. Это будет отличное супер-шоу. Ну а что касается альбома? Он сейчас уже в iTunes доступен? Нет, в iTunes он недоступен. Но ближе к 4 октября он обязательно будет доступен на всех электронных площадках. И на физическом носителе в том числе. Ну что, что-нибудь про школу-то исполнил? Исполним, да? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, вперед. Песня «Штурм», по-моему, Наталья. «Школьная пора и при всякой погоде...» Давайте петь. Ну, давайте. «Погода и пропадам мы во дворах...» Через года слышу мамин я голос, значит, нам домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, нам кульпогод завершать уж пора. А близко придется дать. Да, Наталья, спасибо большое, что вспомнили эту композицию. Что хотите получить? Быстренько. Книжку слова Павла Евгения забрали уже, да? Нет, не забрали. Или забрали. У нас Древний Египет остался. У нас Древний Египет еще остался. Давайте Древний Египет. Древний Египет. Хорошо, Древний Египет. Все, сыграно. Спасибо большое за этот замечательный культпоход нашим гостям Николай Донецкий, Алену Кошкину. Спасибо за приятные эмоции. Еще раз всех с Днем Знаний поздравляем. Спасибо. Вас с наступающим 14-летием, с выходом нового альбома. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Культпоход